Итак, как я и обещал, в завершении высокое искусство театра. А какой у нас Хабаровский театр? Ну, самый такой народный, самый любимый. При всем уважении к нашим драматическим театрам, все-таки, наверное, старая наша мускомедия. Ну, сейчас это Хабаровский, краевой, музыкальный театр. Ну, вот лично я все равно мускомедия и мускомедия. Ну, вот старая – это уже даже не оговорка. Это вот можно уже использовать даже вот как в настоящем, в натуральном виде. Потому что 95 лет театру исполняется завтра. Да, 95 лет завтра, да. Там очень интересная история возникновения театра. Ну, пусть лучше расскажет наш гость сегодня, он в гостях, директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я нашу беседу назвал сегодня «Мускомедия театр радости», потому что, насколько я знаю, на одном из этапов его долгой истории он назывался в Хабаровске театр радости. Правильно? Абсолютно правильно. Действительно, да, музыкальный театр – часто можно услышать такое мнение, что мы работаем в легком жанре, знаете, блестки, перья, да, легкая музыка. Хотя, конечно же, я с этим тезисом, что это легкий жанр для восприятия, но никак не для создания того действия, которое происходит. Я с вами абсолютно согласен. По-настоящему смешным может быть только очень серьезный человек. Это действительно так. Да и физуха в театре музыкальной комедии у артистов должна быть на таком высоком уровне, чтобы и петь, и танцевать, и при этом дыхание не сбивалось. Ну, это правда. Абсолютно точно. Ровно 95 лет назад, 14 октября 1926 году, первый дальневосточный коллектив артистов комической оперы, именно так наш театр именовался в те годы, дал свой первый спектакль. Тогда давали известную оперету венгерского композитора Эмре Кальмана, Сильву. Этот спектакль до сих пор есть в нашем репертуаре, да, и неизменно все 95 лет истории нашего коллектива. Спектакль в той или иной редакции. Понятно, что сегодня это другая сценическая версия этого известного произведения, но это вот такой символ нашего театра. Мало кто знает, и мало кто из коренных хабаровчан даже задумывается о том, что в Хабаровск, да, находятся в уникальной театральной ситуации. Помимо того, что, да, здесь в нашем городе работают театры всех жанров, я имею в виду и драматические, и юного зрителя, кукол, да, и наш музыкальный театр. Вообще наш театр является первым профессиональным театром оперетты в нашей стране. И я нисколько не преувеличиваю. Для сравнения, московская оперета появилась год спустя, в 1927 году. А Санкт-Петербургский театр... Ну, вы имеете в виду уже такой период советского времени. Именно жанр оперетты, да, я не затрагиваю сейчас академический жанр оперы и балета, да, но вот оперета как жанр активно... Не почему ты казался, что оперета гораздо раньше, нет? Нет, она активно развивалась как раз в конце 19 века, да, но в нашей стране, да, это вот бурный расцвет, да, уже с приходом советской власти. Вот такой примечательный факт. В настоящий же момент Хабаровский краево-музыкальный театр, безусловно, является крупнейшим профессиональным коллективом не просто на территории Хабаровского края, а вообще ведущим музыкальным театром Дальнего Востока, Восточной Сибири. Нисколько не преувеличиваю ближайший театр подобного нам жанра в 3000 километрах, в Иркутске ближайший музыкальный театр. Ну, мы не берем сейчас приморскую сцену Мариинского театра в Востоке. А сколько сейчас человек работает в театре? В штате, да, вот фактически, да, в трудовых отношениях состоит 330 человек, и это я сейчас не беру тех лиц, которых мы системно там привлекаем каким-то разовым работам. Это полноценный состав вокальной труппы, и в труппе театра служат народные артисты России, и сосудные артисты России, и различных премий, к слову говоря, да, вот есть такая высшая театральная премия в стране «Золотая маска». Вот если говорить образно, знаете, вот есть Оскар в кино, самая престижная награда в киноиндустрии. В российском театре это «Золотая маска», на весь Хабаровский край их пять, четыре из них в копилке нашего коллектива. Что касается театра «Радости», вот то, с чего начал Слава, да, что одно время музыкальное коллективо называло театр «Радости». Я уже не знаю, я перескочу сейчас вообще немножко назад. Вы сказали, образовались в 1926 году, да? Смешаем. А дело в том, что изначально эта труппа образовалась сначала во Владивостоке. Там скопилось довольно много безработных артистов комического жанра. Вот они там сначала создали, и вот труппа, она переезжала то во Владивосток, то в Хабаровске. Давайте вот здание посмотрим, где впервые они выступали еще до официального открытия, собственно, нашей мускомедии. Вот там, где сейчас ТЮЗ, это было здание общественного собрания, вот там выступала труппа еще до того, как у нас появилось свое здание. А потом вот первая уже наша оперета, официальная Хабаровская, с какого момента считается вот история театра, уже в здании современной филармонии, ну, бывшее здание офицерского собрания. И только в 77-м году уже вот открылось шикарное здание. Я, кстати, помню, как его строили. А вот театром радости называли какое-то время, когда вот эта труппа то туда, то сюда, то во Владивосток, то в Хабаровске, по-разному называли. В одном из моментов был когда театр радости. Все ясно, да. Абсолютно вы правы. Первые три года существования коллектив действительно носил такой разъездной характер. Да, я обслуживал в основном три города. Баровск, Владивосток, Браговещенск, да, периодически заезжая в Уссурийск. Но в 29-м году он был стационирован в Хабаровске. Да, задорого до всех известных, если уж совсем углубляться в театровические, да, что называется, дебри. И только в 36-м году Сталином было принято официальное, да, постановление о стационировании театров по всей стране. И театры начали обретать свои здания. При этом здании возникало труппа. То, что вот мы сейчас называем феноменом русского репертуарного театра. Абаровский это опять произошел раньше, да, вообще государственного тренда, в 29-м году. Ну, а потом, да, вот если анализировать или стать эти золотые страницы истории, можно вспомнить, к примеру, годы войны, да, когда наш коллектив ни на один день не останавливал свою работу, а показывались спектакли, выпускались новые названия. Вдумайтесь, люди ходили в театр тогда, в годы войны, за деньги. И часть билетного сбора направлялась в фонд обороны страны, не только нашим коллективом, всеми театрами, да, нашей большой родины. И на эти средства на Комсомольском мавиационном заводе была построена целая эскадра самолетов-штурмовиков, названная «Советский артист», а один из самолетов этой эскадры назван «Хабаровский актер» в честь коллектива, да, театра музыкальной комедии. Вот такой интересный факт. Если мы поговорили вот о таких фактах, я знаю, вы ведете, что называется, подсчет. Вот 95 лет театру в цифрах, может быть, вот, не знаю, какие-то билетов, постановок, какие-то вот такие данные есть? Это абсолютно точно 250 спектаклей в год, это абсолютно точно 150 тысяч зрителей ежегодно. Это, как правило, четыре полномасштабные постановки, да, вот, к слову говоря, я в начале нашего разговора оговаривался, почему же наш такой легкий жанр такой нелегкий? Потому что над созданием музыкального спектакля трудятся люди абсолютно разных профессий. Если мы посмотрим оркестровую яму, музыкант – одна профессия, да, вокалист, который исполняет ту или иную вокальную партию, вроде поет, но при этом он должен оборудоваться иническим движением, определенной актерской подготовкой, да, помните задачи, которые ему поставили режиссер. Все это сопровождается кордобалетом. Танцовщик – третья профессия. Плюс костюмы, плюс декорации. Совершенно верно. Плюс сотни просто специалистов закулисных профессий, которые не так очевидны, да, вот, обывателю и обычному зрителю. Для того, чтобы артист вышел, да, его нужно, нужен костюмер, нужен гример, нужны специалисты, которые создают декорации, да, шьют костюмы, создают бутафорию и так дальше, и так дальше. Именно поэтому, да, музыкальный театр – это всегда масштабно, это всегда, да, крупные формы. 99% репертуара идет в сопровождении, да, симфонического оркестра театра, достаточно крепкий коллектив на сегодняшний день, который просто, да, составляет конкуренцию просто ведущим, да, вот… Можно я хотя бы один острый вопрос? В том числе и другие. Да, конечно. Честь праздника, пострее. Ну, так получилось, что наша редакция в течение, ну, 10 или даже 20 лет наблюдала за периодом эксперимента в вашем театре, собственно, когда он и стал не просто мускомедией, это не случайно, он стал краевой музыкальный театр, то есть очень известные режиссеры, в том числе и гениальные, приезжали и пытались немножко изменить, делать его более серьезным, более экспериментальным. Ну, и хотя я им всей душой сочувствовал, среди них был вот великий Квенихид, автор моих любимых в детстве фильмов, ну, теперь можно сказать, что, наверное, не получилось. То есть, возможно, просто потому, что люди, в принципе, ждут от музыкального театра что-то, чего-то более легкого. Ну, во-первых, имя Квенихидзе абсолютно точно навсегда вписано в историю нашего коллектива, да, и мы все помним, да, те удивительные просто театральные работы, которые создавал этот признанный мастер. Но за 95 лет, конечно же, это были сотни режиссеров, это были множество композиторов, как ныне живущих, так уже ушедших из жизни, отечественных, зарубежных. Театр – это очень живой организм, да, и когда мы говорим о том, что, да, публика любит только оперету или только какую-то музыкальную комедию, нет, отнюдь, разумеется, сколько-то десятков человек придут и на экспериментах. Я думаю, что Казахстан Александрович согласится, театр без эксперимента, наверное, мертвый театр. Конечно, абсолютно. Далеко не нужно ходить за примером. 22 июня этого года, к 80-летию со дня начала войны, труппа театра, балетная труппа театра представила балет на музыку Дмитрия Шестаковича «Ленинградская симфония». По отзывам, это было очень сильно. Четыре части этого сражнейшей музыкальной партитуры, да, да еще к тому же балет на все четыре, да, части этой симфонии. Поверьте, да, ну это просто, я не поведу больше таких примеров. Те, кто был, говорят, что очень жалко, что не повторяется эта история. Все хотят повторить. Будет она 4 ноября, абсолютно точно. Да, но при этом это все соседствует с абсолютно другим жанром. Мюзикл «Горубая камея», абсолютно, да, такая современная история, ориентированная на молодежную аудиторию. Да, казалось бы, всем известны исторические события про княжну Тараканову, претендентку на российский престол. Да, но это достаточно красочный, масштабный спектакль, 300 костюмов, да, но это мюзикл, да, он идет под фонограмму, я имею в виду, да, не живой оркестр, да, поют, естественно, вживую. Минусовка. Да, минусовая фонограмма, там используются там какие-то нестандартные подходы, и звучит в том числе даже хип-хоп, да, в одной из сцен. Поэтому у нас абсолютно разные подходы, абсолютно, да, основная наша задача – представить все музыкальные жанры, какие только есть. По-прежнему есть классическая перета, по-прежнему есть советская музыкальная комедия. Да, мы пробуем себя в жанре мюзикл. А будут еще эксперименты поставить оперу? Я помню, по-моему, в конце 80-х совместно с Владивостоком ставили… Нет, это в середине 90-х травято было. А, травято. Сейчас до сих пор… Травято, да, да. До сих пор есть в репертуаре театра оперы паяцы, да, поэтому… И такой жанр возможен. Иногда коллектив театра пробует себя в концертных формах, да, в формате оркестр сидит на сцене, и солисты театра исполняют те или иные произведения. Это тоже особый жанр, он тоже присутствует на нашей сцене, поэтому я бы не сказал, что и оперы у нас нет. Давайте про сам праздник. Как будете отмечать, чем будете радовать зрителей, потому что в театрах у актеров так принято, что вроде бы праздник свой, но он все равно для всех. Да. Завтра на основной сцене Хабаровского Крылого музыкального театра состоится масштабное галопредставление, названное по страницам любимых спектаклей. Да, его концепция вечера прямо заражена в его названии. За эти два часа концерт пройдет в двух отделениях, при участии всей труппы, и вокальной, и оркестр, и балет, и хор. Да, мы постараемся вспомнить те самые любимые, самые громкие, самые легендарные названия, которые шли за эти годы на нашей сцене. Сильва будет, естественно, Сильва. Я, кстати, люблю детство, а почему-то люблю именно Сильву. Ну, первое, когда речь идет, первое, что вспоминается, это Сильва. Ну, вот прям... Будут, более того, и отрывки, и мизанцены из тех спектаклей, которые уже и не идут в репертуаре театра, да, но по-прежнему мы помним, да, эти золотые страницы в истории, да, будут, к примеру, отрывки золотомасочных двух бойцов и самолета Вани Чонкина. Да, будет и красика, и помимо Сильвы прозвучит и летучая мышь, и веселая вдова, и много-много еще чего другого. Будут и отрывки из современных работ. Поэтому я советую просто не пропустить завтрашние события. Не все, к сожалению, смогут попасть в зал. Мы все еще живем в условиях определенных ограничений по... А надо приходить со своей маской. С антиковидной. Нет, маску вам выдадут на входе. Да, ну, кто не сможет, да, на сайте театра будет организована прямая интернет-трансляция этого события. Поэтому к нам присоединятся, да, я уверен, жители Хабаровского края, да, и других населенных пунктов. Слово говоря, у нас будет очень много сюрпризов. Ну да, тем более пора завершать, да? Не будем отвлекать. Время нашей программы подошло к концу. У нас в гостях был Константин Александрович Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театра, театра радости нашей классической москомедии. Поздравляем еще раз с 95-летием. Сразу приглашаем к нам в гости на столе театра. Безусловно. Пять лет осталось. Безусловно. Продолжение следует...